Мы продолжаем разговор о вокальном творчестве Модеста Петровича Мусоргского. На прошлом занятии я рассказывала о воплощении острой социальной темы Мусоргским в разных формах, в разном содержании, в разных образах. И последнее, о чем я говорила, это произведение «Семинарист», имеющее остросатирический характер. И сейчас я продолжаю эту тему, то есть сатира Мусоргского, направленная против самых разнообразных проявлений социальной темы, против тех уродливых сторон общества, которые Мусоргского и огорчали, и раздражали, и сердили. И сатирические стрелы Мусоргского направлены, можно сказать, в разные стороны, но всегда метко попадают в цель. Вот, казалось бы, незамысловатая бытовая историка, даже Мусоргский называет в подзаголовке «светской сказочкой», как бы несерьезно, с названием «козел». И сейчас это слово, помимо своего прямого значения, имеет резко негативное, ругательное, но у Мусоргского, вы поймете, это слово имеет еще третий, можно сказать, смысл, ни тот и ни другой. Посвящен этот роман с Александром Порфирьевичем Бородину, написан на слова самого Модеста Петровича. Это произведение написано в 60-е годы, в период расцвета вокального творчества Мусоргского, когда оно буквально фонтаном ярким, красочным и очень мощным буквально изливалось из души Мусоргского. И вот один из блестящих примеров, казалось бы, совершенно на неожиданную тему. В конце концов, сюжет, тема этого произведения банальная. Ради выгоды, на что не пойдет иная барышня и в те времена, и в наше время, к сожалению. Но неравный брак или брак по расчету – это характерные проблемы неблагополучного социума. И представьте себе, что процент таких барышень, которые не стесняются даже по телевидению, в шоу, откровенно говорить о том, что счастливое замужество для них – это не любовь, не понимание, не тепло в семье, а зарплата у мужа не ниже такой-то суммы, марка машины не меньше такой-то, квартира не менее стольких-то квадратных метров и так далее. Это ужасно, это аморально, это безнравственно. И поверьте мне, что далеко не всегда, не во всяком обществе, не при всяком строе, был и остается большой процент подобных девиц и подобного циничного проявления абсолютно безнравственной их сути. И, как я уже сказала, это проявление больного общества. Мусоргский с едкой беспощадностью высмеивает лицемерие и ханжество и безнравственность светского общества через, казалось бы, такой конкретный и незначительный случай. Настораживает подзаголовок «светская сказочка». В нем уже чувствуется что-то язвительное, что-то насмешливое. Действительно, как часто бывает у Мусоргского, частный случай здесь перерастает в социальную проблему. И это неоднократно, такой пример мы неоднократно отвечаем в творчестве Мусоргского как в драматических, так и в сатирических сочинениях. Вот мы с вами совершенно проходим мимо, не то, что даже не изучаем, даже совсем я не буду рассказывать о подобных сочинениях, но их у Мусоргского немало. Например, скажем, есть у Мусоргского такое произведение, называется «Ах ты, пьяная тетеря». Это монолог вышедшей из себя жены, которая уже не может терпеть пьянство мужа или его разгула. Или, например, есть такое произведение «Погребы». Это все на слова Мусоргского, когда из-под маски влюбленной такой игривой молодки вдруг проглядывает жестокий цинизм женщины, озлобленной до предела жизнью, с немилым старым дохилом, как там говорится в тексте, и готовой его отравить грибочками. Вот, между прочим, это уже почти Катерина Измайлова-Лескова. Лесков написал свой очерк «Леди Макбенеценского уезда» в 1864 году, как раз совершенно одновременно с созданием Мусоргским подобных сечинений. Но вернемся к этому произведению, к озену, который не причислишь ни к одному музыкальному жанру. Что это такое? Сценка, притча, басня, аллегория. Все годится, но ничто не передает остроту и выпуклую реальность выразительных средств. Филигранно, по ноте, по такту, за две с половиной минуты, потому что это короткая пьеса вокальная, две с половиной минуты идет, создающих и живую картинку, буквально зримую, как будто бы вы присутствуете при реальном событии либо видите его на театральной сцене. И портреты характера персонажей, и даже вывод мораль. Все здесь сконцентрировано с гениальным лаконизмом. Состоит, это сочинение из двух стров, которые поначалу совершенно сходны. Благонравно прогуливается наивная девица, но это только ее видимость, но она так себя преподносит. И выражено, но это маленькое вступление, это не девица, это наоборот предвосхищение второго персонажа, контрастного. А я имею в виду вот основную тему, которая начинается обе строки, обе строфы. Она основана на плавной, округлой мелодии, закругленной, такой очень благонравной, как сама эта девица, как она лицемерно себя представляет. Ровное движение, видите, четвертями, никаких неожиданностей, и совершенно консонансная гармония. Как вдруг эта плавная фраза буквально наталкивается на препятствие, так же, как эта девица, вся чистенькая, беленькая, в кружавчиках, в ленточках и в бантиках, вдруг наталкивается на отвратительное грязное животное, в дубноце еще ей козел. Вот в полном смысле этого слова. И здесь прилегает резкая грань между этим умильно конфетным образом барышни и полудиким, каким-то действительно отталкивающим грубым существом. Что здесь происходит? Возникает резкие диссонирующие аккорды еще и с фаршлагами, то ли хромающими, то ли наоборот, как бы агрессивно нападающими. Дальше, вот там, где написано немного скорее, грубый пунктированный ритм, резкий, наступательный, жесткие аккорды, сама мелодия как бы топчется на одном месте, втаптывается, и девушка пугается, истинно, искренне пугается этого существа. Вот там, где еще скорее порывисто, изображена в музыке ее реакция. Здесь появляются шестнадцатые, которые изображают ее дрожь, реальную дрожь. Затем мелодия становится жалобной, девица испугалась, от козля бегом помчалась. И вот в этой первой эстрофе этот страх приводит к естественному желанию убежать. Вот видите, бегом помчалась прямо в куст. И притаилась. Музыка, как я уже сказала, совершенно ювелирно описывает все детали, отвечает все детали. Вот притаилась, значит, здесь почти исключается фортепианное сопровождение, и пианиссимо, музыка замирает, и потом пауза почти на полтакта замерла. Еле дышит, чуть жива. Действительно, окончание первой эстрофы, звучит очень, музыка звучит беспомощно, трогательно, темп замедляется, и заканчивается первая эстрофа длительной паузой фермата. И вот этот трепет шестнадцатых, он здесь совершенно естественный. Однако далее начинается вторая эстрофа. «Со слов шла девица под венец». Ровно так же, как первая. Те же ровные длительности, та же округлая плавная мелодия. Но прерывается эта, так сказать, атмосфера покоя и, ну, такого удовлетворения собою, своей жизнью, прерывается совсем по-другому. Она не встречает здесь это грубое животное, а она выходит замуж. Шла девица под венец, знать пришла, пора ей замуж. Видите, не потому, что полюбила, не потому, что захотела создать семью, пришла пора. И дальше скептически прерывает первую фразу возглас «Ну и вышла» с этой падающей септимой и со сварцандой. Скептически, то есть за кого же она вышла и что же из этого получится. В этой второй эстрофе страх этой девицы оказывается мнимым. И хотя дальше потом появятся, видите, эти трепещущие шестнадцатые, но это такое напоминание насмешливое и пародийное на то, что было первой эстрофе. Потому что дальше опять звучит эта вторая контрастная тема, которая характеризовала козла в первой эстрофе, а здесь она уже относится к ее в кавычках избраннику, но она его избрала, наверное, богатой. Муж и старый, и горбатый, лысый, злой и бородатый, сущий черт. Та же самая тема, но теперь она, конечно, звучит гротескно и сатирически, потому что там-то она, естественно, испугалась, а здесь она сама избрала такого замечательного спутника жизни. Вопрос, что же девица испугалась, напоминание о трепете в первой эстрофе. Там она действительно испугалась, спряталась. Здесь, смотрите, это трепет, вот там, где пауза вокала с ремаркой спокойно, трепет угасает, успокаивается. То есть ничего она здесь не боится, она выбрала свою судьбу и вполне довольна. И дальше замечательное вот это тоже скептическое восклицание дважды. Как же? И потом, что в мужа влюблена. Вот эти две буквы, ГМ, с восклицательным знаком, в детстве меня оставили в тупик. Я не понимала, что это значит, когда читала в книгах какой-то диалог. И вот один из участников диалога в ответ на какую-то реплику своего собеседника вдруг произносил ГМ. Я никак не могла понять, что это такое. А поскольку я не любила спрашивать, в детстве я любила до всего доходить к своему му, то я так долгое время и оставалась в неведении, в недоумении по поводу того, что такое ГМ. Ведь в жизни никто не говорит ГМ. Пока пасисты я не догадалась, не поняла, что так на письме обозначают просто возглас. То есть когда вы кому-то не верите, сомневаетесь, сказать «Ха, как же?» Так вот здесь, видите, дважды этот совершенно разговорный возглас, вот «Ха, как же?» и потом «Ха, что мужа влюблена». Это как бы от автора. Это Мусоргский комментирует эту безобразную ситуацию. То есть он не верит в то, что она может быть влюблена в такое чудовище. И дальше идет пародия на первую тему. Она к мужу приласкалась, уверяла, что верна. То есть опять возникает плавная, ласковая тема. Ну, это тема этой благонравной девицы. Но, конечно, она лицемельна. Конечно, она обманывает. Конечно, она не может быть просто, ну, как говорится, по определению, она не может быть искренна. Но вот после этой паузы спокойно, да, барышня как бы соображает, что пора разыграть влюбленную нежность. И после вот этого скептического комментария Мусоргского, вот она и изображает эту ласку и любовь, уверена, что видна, верна опять тут усмешка Мусоргского, что мужа влюблена. И окончание такое кокетливое, игривое, что примерно я жена. Тут прямо видится в этой последней фразе, видится этот портрет, губки бантиком, глазки мило потупленные, то есть воплощенная скромность и искренность. Ну, что можно сказать по поводу этого произведения и двух его героев? Как незабвенно выразился Грибоедов, блажен, кто верует, тепло ему на свете. Я имею в виду ее новоиспеченного мужа. Пожалуйста, послушайте и посмотрите исполнение произведения Мусоргского «Козел» в замечательном воплощении певца, которого зовут Виктор Деркач. ПЕСНЯ 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 Вчера и замуж, ну, и вышла. Муж и старый, и горбатый, Страшный, злой, и бородатый, Сущий чёрт. Что ж, девица истукалась. М-м-м, как же! Она к мужу приласкалась, Уверяла, что верна, Что в мужа влюблена, Что примерная жена. Одним из самых блестящих Сатирических шедевров мирового уровня Является песня Мефистофеля В погребке Ауэрбаха, Написанная Мусорским на слова Гёте Из трагедии Фауст В замечательном переводе Струговщикова. Это текст песни, Которую в трагедии Фауст Мефистофель поёт В погребке Ауэрбаха, Куда он приглашает Фауста И где на потеху Всем присутствующим сначала, А потом к ужасу посетителей этого погребка И поёт песню, известную очень широко, Как песня о блохе. Погребок Ауэрбаха В городе Лепциге Одно из старейших заведений винных Не только в Лепциге, но и в Германии. Он существует до сих пор. Это живое место, Куда люди приходят Выпить, повеселиться. Но это и место посещения туристов, Потому что вот именно он, Этот погребок указан у Гёте. И при входе, Он действительно расположен в подвале дома, И при входе там вы увидите, Когда посетите погребок Ауэрбаха, Скульптуры Мефистофеля, Который, согнувшись в издевательски Почтительном поклоне, Приглашает войти в погребок Фауста. Это знаменитейшее сочинение Мусоргского, Довольно позднее его произведение, Написанное в 1879 году, Во время концертной поездки с певицей Леоновой, Вот ей посвящена песня Дарья Михайловна Леоновой, Во время их поездки по югу России. Я об этом вам говорила. И прежде всего я с огромным сожалением Отмечаю неприходящую актуальность Проблемы господства, ничтожеств во все времена. Потому что гениальнейший Гёте, А вслед за ним гениальнейший Мусоргский, С колоссальной силой, Просто такой могучей, гигантской, В этом произведении клеймят То отвратительное положение вещей, Когда в обществе, опять же больном, Нездоровом, Социально крайне несправедливым, Высшие чины, Высшую власть, Богатство и прочие Привилегии получает самые ничтожные. И в данном случае Это блоха, Гнусная, Крошечная насекомая, Которая становится Властелином человеческих судей. Это потрясающий образ, конечно, Достойный мысли, чувства гигантов, Какими и являются Гёте и Мусоргский. Известно, что Гениальнейшим исполнителем Песни о блохе был Фёдор Иванович Шаляпин. И я хочу Прочитать вам Описание его исполнения Максимом Горьким. Вообще существует Достаточно много Отзывов людей, Которые слышали Песню о блохе В исполнении Шаляпина Всегда были потрясены. Эти цитаты есть, Можно их найти. И поразительно, Как люди Разного И социального, И культурного ценза, Разного возраста, Все как один Просто потрясены И этой музыкой, И этим исполнением. И вот как Описывает Это действо, Иначе нельзя назвать, Максим Горький. Вышел к рампе Огромный парень В афраке В перчатках С грубым лицом И маленькими глазами. Помолчал И вдруг улыбнулся И, Ей Богу, Стал дьяволом В афраке. Запел негромко так. Жил-был король Когда-то, При нем Блоха жила. Спел куплет И до ужаса Тихо Захохотал. Блоха, Ха-ха-ха-ха, Блоха. Потом властно, Королевский властно Кликнул портному, Послушай ты, Чурбан! И снова Засмеялся дьявол. Блохе кафтан? Ха-ха! Кафтан? Блохе? Ха-ха! И это невозможно передать. С иронией, Поражающей, Как гром, Как проклятие, Он ужасающей силой Голосом Заорал. Король Ей сам министра И с ним Звезду дает. За нею И другие Пошли все Блохи В ход. Ха-ха! И снова Негромко Убийственно иронично И самой королеве И фреймином Ее Отблог Не стало Мо-о-о-очи Не стало Ей Жить я. Когда он Кончил петь, Кончил этим Смехом Дьявола, Публика Театр был Битком набит, Публика Растерялась. С минуту Я не преувеличиваю. Все сидели Молча И неподвижно. Точно На них Были Что-то Клейкое, Густое, Тяжелое, Что придавило Их И задушило. Мещанские Рожи Побледнели, Всем Было Страшно. Да, Это правда. Это настоящая Фантасмагория И Это Музыка Такой Вселенской Мощи, Которая, Да, Заставляет И питать Душу. Я не буду Анализировать Это произведение, Это совершенно Невозможно. Я только Отмечу, Что Помимо Самой Темы, Которая Варьируется В соответствии С текстом Очень важную Роль В этом Сочинении Играет Имитация Смеха. Вот эти Короткие Взлетающие Пассажи Сначала У фортепиано Во вступление А потом Вот они У фортепиано А потом Они Звучат И У голоса Вот Ха-ха-ха-ха-ха Вот они Пла-ха-ха-ха-ха Они Являются Как бы Таким Лейтмотивом Лейтмотивом Сатиры Гротеска Сарказма Это смех Называется Саркастический И Я предлагаю Послушать Это Потрясающее Произведение В исполнении Дмитрия Степановича Комендаря Дмитрия Дмитрия Потрясающе Сон Мир Потрясающе Жил-выл Король Когда-то Приняк Благо Жило Благодарь, благодарь. Миней родного брата, она ему была блага, 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 блага. Зовет король Борхнова, послушай ты, чурбан, для друга дорогущих. Бородный кафтан, блохе кафтан. Блохе кафтан, блохе кафтан. Блоке кафтан. Блохе кафтан, блохе кафтан. Блоке кафтан, блохе кафтан. Блоке кафтан, блохе кафтан. Блоке кафтан, блохе кафтан. Блоке кафтан. Он умел и серьезно вникать в их проблемы, и фантазировать, и участвовать в играх на равных, и придумывать какие-то удивительные забавы и игры. Особенно близкое общение у Мусоргского происходило с его племянниками Танюшкой и Гогой. То есть с детьми его брата Филаета и с детьми Дмитрия Васильевича Стасова. Помните, да? Брата Владимира Васильевича, в доме которого Мусоргского всегда очень тепло по-семейному принимали. Варвара Дмитриевна Комарова, дочь Стасова, вспоминала о мусорянине, как его называли. Мне было семь лет, когда я обратила внимание на его появление в нашем доме. Он вошел в круг нашей детской жизни в качестве мусорянина, как его звали все большие и как тотчас стали звать и мы, дети, решив, что это его подлинное имя, так как он не притворялся с нами, не говорил тем фальшивым языком, каким обыкновенно говорят взрослые с детьми, в домах, где они дружны с родителями. Но мы не только вскоре привязались к нему, но стали считать его тоже своим. Здороваясь с нами, он всегда целовал нам руку, как взрослым дамам, говоря «доброго здравия, барышня» или «вашу ручку, боярышня». И это казалось нам невероятно удивительным и забавным. Но зато мы разговаривали с ним совершенно свободно, как с равным. Братья тоже ничуть не дичились его, рассказывали ему все происшествия своей жизни. Задумав этот вокальный цикл, Мусоргский как будто выходит из давящей его атмосферы несправедливости, несчастий, каких-то отталкивающих явлений окружающей жизни. И ему хочется очиститься, дать волю своей нежности, своей трогательной способности любить. И создав первую пьесу этого цикла, она первоначально называлась «Дитя с няней», потом осталось название просто «С няней». Мусоргский отвлекся, потому что как раз это же, я вам говорю, это 1968 год и Мусоргский в это время задумывает грандиозный проект Бориса Годунова. Поэтому ему он не до детской, он этот свой замысел на время оставляет и возвращается к нему лишь в начале 1870 года, когда он написал еще четыре номера, а две последние пьесы «Кот-матрос» и «Поехал на палочке», созданные в 1872 году. Мусоргский, который обычно писал очень быстро, в данном случае не потому вот так растянул создание цикла, что ему это надоело или как-то разочаровался в теме, нет. Просто эту работу прерывала все время необходимость переделывать Бориса Годунова и заботы о его постановке. Вы видите, что цикл «Детская» посвящен Александру Сергеевичу Доргомышскому, но не просто, а с замечательным признанием посвящается великому учителю музыкальной правды. Под музыкальной правдой Мусоргский понимал верность музыкальной интонации речевой, то есть вот тот принцип декламационности, который давал возможность и Доргомышскому, основоположнику его, и Мусоргскому, столь блистательно развившему этот принцип в своем творчестве, давали возможность отразить в музыке не просто какой-то образ, какой-то сюжет или какое-то настроение и состояние, а детализировать психологию каждого персонажа, что в этом цикле сделано с ювелирной тонкостью, точностью, и здесь восхищает буквально каждый звук, каждый мотив. И одну песню такого цикла можно анализировать, но точно в течение часа, это точно. У нас такой возможности с вами, конечно, нет, поэтому мы с вами коснемся только трех песен, но я уверена, что и эти три песни в полной мере убедят вас в гениальности Мусоргского и в этой чистой, нежной сфере любви, понимания и заботы. Потому что если в песнях Калистрат, Колыбельные Еремушки, Спиус, Некрестианский Сын представлена судьба ребенка, обреченного в будущем на несчастье, на бедность, на непосильный труд, то здесь, наоборот, атмосфера этого цикла связана с прекрасной культурой дворянской семьи, или интеллигентной, во всяком случае, семье, где ребенок окружен заботой, вниманием и любовью. Естественно, что Мусоргский был не первым композитором, обратившимся к детской теме. Прекрасные циклы создали Шуманда, альбом для юношества и детские сцены на эту тему, детский альбом Чайковского, детский уголок Дебюсси, детская музыка Прокофьева. Это далеко не полный перечень того, что написано о ребенке и для детей. Но при всей своей поэтичности эти сочинения отражают жизнь ребенка в доступной для него форме исполнения, то есть чисто музыкальной форме. То есть все это можно сыграть ребенку в том или ином возрасте, за исключением Сюита Дебюсси, пожалуй. Такое впечатление, знаете, от этой музыки, что человек присел на корточке и рассматривает мир с позиции ребенка. Все-таки эта позиция ему кажется более простодушной и наивной. И также и творчество, эта музыка более наивная, более простодушная, чем взрослые произведения тех же композиторов. Между прочим, у Мусоргского есть и другая детская музыка. Есть скерцы для фортепиано, детские игры, уголки. Есть фортепианные пьесы из воспоминаний детства. Там «Няня и я», «Первое наказание». Вот есть другие тоже сочинения, связанные с музыкой для детей. Вот цикл детского Мусоргского совершенно не вписывается в этот ряд, который я назвала. И в этом отношении является уникальным произведением. То есть Мусоргский не сидит рядом с ребенком на корточках и не говорит с ним таким очень простым, почти примитивным языком, как, например, Чайковский, предположим. А он стоит во весь рост, не подлаживаясь, не нагибаясь. И ребенок рядом с ним столь же значительный, как взрослый, и мир его также важен. Мусоргский воспринимает ребенка как личность, не менее сложную и многогранную, чем взрослый человек. Только система ценностей разная может быть у ребенка и у взрослого. И то, что для ребенка имеет огромное значение взрослому, может показаться ерундой. И наоборот. И тогда смыслом цикла становятся не столько сами события жизни ребенка, там смерть куклы или болезнь куклы, сколько анализы его психологии, ребенка психологии, тончайших нюансов эмоциональных реакций на то, что происходит, в чем он принимает участие. Сложность музыкального языка этого цикла Мусоргского ровно та же, что и в его остальном творчестве, то есть в взрослом творчестве. И не предполагает исполнение этими детьми. То есть ребенок не может исполнять эти песни, они очень трудные для исполнения. Но дети замечательно понимают и чувствуют эту музыку, и откликаются на выразительные средства, далеко выходящие за рамки, так сказать, привычной музыки для маленьких. Мастерство Мусоргского здесь проявляется во всем, но главным образом в безукоризмном воплощении оттенков речевой интонации. Мне кажется, что оно, это мастерство воплощения этой в музыке речевой интонации, просто превосходит все мысленные высоты. Тем более, что текст, написан же самим Мусоргским, он изначально слил с музыкой. То есть, наверное, текст создавался одновременно с музыкой, в полном слиянии, в полной органике. И жанр пьес, которые входят в цикл детская, нельзя определить никакими категориями песни или романса. Это вокальные сценки, скорее всего, вокальные сценки, соединяющие театральный визуализм, потому что вы видите каждую эту сценку. Видите вот в этой музыке, вы видите ее участников. В то же время психологическую глубину и нежнейшую любовь Мусоргского, которая просто вот каким-то светом озаряет этот цикл. Первая пьеса «С няней» отражает типичную жизненную ситуацию, когда ребенок, зная наизусть любимую сказку, тем не менее хочет услышать ее из других уст. Я думаю, что все вы вспомните эту ситуацию, которую вы переживали в раннем детстве. Когда вы какую-то сказку или какие-то стихи, какую-то книжечку уже знаете наизусть, потому что вам много раз ее читали. Уже сами можете рассказать, но вам очень приятно, когда вам ее читает мама, папа, бабушка. И уговаривая няню, чтобы она рассказала ему сказку, ребенок фактически сам рассказывает эту полюбившуюся историю. Написана эта пьеса в двухчастной безрепризной форме. Она в точности соответствует содержанию, потому что в первом разделе ребенок описывает страшную сказку, а во второй – смешную. Поэтому два контрастных раздела составляют эту пьесу. Необычайная гибкость декламационной интонации и бесконечная изобретательность гармонических и ритмических приемов отражают каждую деталь текста. И я повторяю, что эта музыка может стать и является темой большого научного исследования и диссертации написанной на эту тему. Ну и мы, конечно, не можем этим заниматься, потому что это выходит далеко за пределы нашей работы, нашей лекции. Но вот вначале звучат умильно-просительные интонации. Вот расскажи мне немножко, расскажи мне, милая. Которые прерываются про того, про букву, тяжелыми, неуклюжими шагами и жесткими буквально кластерами, очень неблагозвучными аккордами, изображающими букву. Кто такой бука, никто не знает, но это кто-то очень страшный. А смотрите, вот паузы. Здесь все паузы, говорящие про того пауза, про букву пауза, страшного пауза. Что это за паузы? Ребенок придумывает в это время, как себя обезопасить. Вот чего не следует делать. Букой пугали детей, которые капризничали или не слушались взрослых. Вот здесь вот, я думаю, эти паузы, это вот он соображает. Сделал ли он что-то, за что? Бука его накажет. И заключительное, вот это заискивающее. Сейчас. Вот. Видите? Ведь зато бука съел, что обидели няню старую. Вот. И дальше вот заискивающие. Сейчас. Ведь зато он съел их нянюшка. Нянюшка у него, это как бы такой посредник между ними и букой. Вот если нянюшка скажет, что ты хорошо себя ведешь, то бука его и не съест. И совершенно естественно, то, что ребенок сам пугается того, о чем он рассказывает. Вот эти ужасы его самого пугают, хотя он и о них сами говорит. И тут вспоминается фраза из автобиографической записки Мусоргского «Под непосредственным влиянием няни близко ознакомился с русскими сказками и еще со всем ребенком, может быть, не спал по ночам». Но не спал, конечно, от страшных сказок. Вот няня такое ему порассказала. И тут какие-то наверняка детские воспоминания отражены в музыке и в тексте тоже. Вот со слова «оживленнее» после этого вопроса заискивающего, зато он съел их нянюшка, начинается второй раздел, потому что в первом он так напугался, что хочет от этого отойти, как-то развеселиться, улучшить настроение. И тоже пауза говорящая, потому что он размышляет, о чем бы таком попросить. И в начале второго раздела как бы звучат интонации, ну что ли, отряхивания этих страшных образов. И как вздох облегчения каданс происходит. Или вот что «Расскажи мне лучше про царя с царицей». Вот этот вот каданс в Десдуре, такой полный и совершенный каданс, довольно редкий в музыке Музырского, говорит о том, что он отошел. Дети очень быстро могут переключаться в своих настроениях. И вот все. Все это отброшено, это буква ужасный. Все, давайте что-нибудь веселенькое. И во втором разделе очень много остроумных деталей. Например, смотрите, вот эти секунды с форшлагами и еще царь все на ногу хромал. Вот такой вот царь, который хромает на ногу. И здесь получается действительно с форшлагом, да, и секунды, и с форшлагом, да, ян, да, ян изображают хромающую походку, припадающего на одну ногу царя. И внезапный возглас как споткнется, так гриб. И такая вот фантазия, что сам изумляется, видите, вдруг какое падение мелодии вниз вырастет. Далее не менее остроумно изображение царицы, которое с насморком. У царицы-то все насморк был, вот такая царица. И здесь секунды играют уже другую роль. Они как бы гнусарят вот по всем октавам, как будто мы вот так вот в нос. Здесь музыка звучит, благодаря этим секундам, изображая эту вечно чихающую, заложенным носом царицу. А на словах как чихнет стекла в требезге, вот этот пассаж действительно как будто бы изображает разбивающееся стекло. Звонкий очень пассаж. Вот. Такой хрустальный пассажик. А вот смотрите. Ладно, нянюшка, ты про букву-то уже не рассказывай. Вот обратите внимание на эту интонацию. Бог с ним сбукой. Вот здесь опять я призываю вас не только услышать интонацию речевую, но и увидеть жест, потому что, конечно, здесь ребенок так решительно машет рукой. Бог с ним сбукой. Все. Совсем отбросил. Где-то он там у него застрял, а тут совсем отбросил. И так вот решительно ручкой. И заключение окончательно утверждает радостную и смешную атмосферу, в которую привел рассказ ребенка. Расскажи мне, нянюшка, расскажи мне, милая, про того, про букву страшного. Как тот в руках по лесам бродил, как тот в руках в лес детей носил, и как рысал их белые косточки, и как дети кричали, плакали. Нянюшка, ведь за твоих детей-то уго съем, что обидели няню старую, папу с мамой не послушали, ведь зато он съел их нянюшка. Или вот что, расскажи мне лучше про царя с циклицей, что за морем жили в церкву богатом. Еще царь все на ног громал, как споткнется, да греб растет. У цариц и на все госпорь гребет, как и гнет тяга в древесине. Знаешь, нянюшка, ты про богу-то уж не рассказывай, возни взгумы, расскажи мне, няня, как смешною так. КОНЕЦ Вторая пьеса из цикла детская называется «В углу». Она посвящена Виктору Александровичу Гартману, тому замечательному художнику и архитектору, с которым Мусоргский очень близко дружил и произведения которого вдохновили Мусоргского на создание знаменитого цикла «Картинки с выставки». Ну, угол это извечное место наказания ребенка за какие-то проступки, так же, как первая пьеса, вторая написана в безрепризной двухчастной форме обусловленной содержанием. Значит, вот первый раздел это монолог разгневанной няни. Пьеса начинается бурным пассажем, низвергающимся буквально начинается с кульминации и резкие отрывистые возгласы няни «Ах ты, проказник! Клубок размотал! Прутки растерял!» звучат на фоне бурлящего, бурлящей фигурации фортепиано, передающей кипение нянюшкиного гнева. А может быть и ее погоню, может быть она бегает тяжело дыша и с одышкой бегает за проказником, который, конечно, озорбяком, который, конечно, проворнее ее от нее уворачивается, может быть и так. И прутки растерял. Что же он сделал? Все петли спустил. Прутки это народное название спиц, на которых вяжет няня, потому что действительно в деревнях делали просто из прутьев, остругивали гладенько и вот они играли роль спиц. Так вот, он прутки растерял, все петли спустил в ее вязании, да еще и чулок забрызгал чернилами. И вот эти большие паузы после чулок забрызгал чернилами. Пауза целый такт. В угол пауза целый такт. В угол пауза. Это здесь, конечно, ей уже не хватает воздуха, одышка у нее. И она как наберет выкрикивает. И здесь тоже виден в этих неиспадающих септимах виден ее гневно указующий перст на угол, куда он должен удалиться. И замечательно вот эта последняя ее фраза пошел в угол. Да? И опять пауза и последнее слово. Видите, после большой паузы. Проказник. И тут, мне кажется, она плюхается в кресло, потому что совершенно измотана этой бесплодной погоней. Здесь завершается первый раздел пьесы. Второй раздел «Вдвое медленнее» это «Голос из угла». Значит, там разгневанная няня, а это голос из угла. Этот ответ няне потрясающе является учебником по психологии ребенка, выраженным в музыке. То есть здесь буквально каждая фраза передает какой-то оттенок в гамме чувств. Эту гамму, я думаю, переживал каждый наказанный в детстве, там в углу, не в углу. Сначала притворные схлипывания. Я ничего не сделал, нянюшка. Слышны интонации плач и причитания. Я чулочек не трогал, няня, слез. Ничего не получается не разжалобить. Тогда он думает, на кого бы это свалить. Клубочек размотал. Это пауза, он соображает, на кого бы свалить. Котеночек нашел. Дальше уже более решительно. И пруточки разбросал. Котеночек виновник найден. А раз он не виноват, он почти уже сам в это верит. И уже сам в это поверил. И тогда он замечательный, совершенно безупречный мальчик. А Мишенька был паинька, Мишенька был умница. Смотрите, какая умильная тема, такая очень гладкая. Он как бы сам себя любит и ласкает. А если он такой хороший, то тот, кто его наказал, а именно няня, конечно, злая и плохая. Это же естественный вывод. И по логике его обидчица, а няня злая, старая, а у няни и все у няни так. У нее носит запачканная, и чепчик на боку у нее, а Миша чистенький, причесанный. Кстати говоря, с правильным гладеньким каданцем. Вот здесь Миша чистенький, причесанный. А у няни чепчик на боку, каданс у нее какой-то кривоватый, как чепчик надетый. И, наконец, вывод. Совершенно логичный при этом движении его мысли. няня Мишеньку обидела, напрасно в угол поставила, и уже он, обиженный и оскорбленный, Миша больше не будет любить свою нянюшку. Вот что. И вот это завершение звучит капризно и почти зло. Конечно, ребенок не злой, но обстоятельства его заставили именно так повернуть свои представления и свои чувства. Конечно, он любит няню, конечно, они померятся через пять минут, но пока это так. Пожалуйста, в углу в исполнении Дмитрия Степановича. Дмитрия Степановича. Проказник. Я ничего не сделал, нянюшка, я чулочек не трогал, Малый нянюшка. Кубочек размотал котеночек и пруточки разбросал котеночек. А Мишенька, Малый нянька, Малый умница, Малый умница. Злая, старая, у няни носик-то запачканный, Миша чистенький, причесанный, Папуня не черчит на носу. Няня Мишеньку обидела, Напрасно в угол поставила. Миша больше не будет в любви Свою нянюшку вон что. И еще одна песня, здесь можно сказать, что это песня из цикла «Детская с куклой». Она как раз посвящена племянникам мусоргского, деткам его брата. Это единственная настоящая песня в цикле. И она написана в жанре колыбельной. Я говорила о той большой роли, которую этот жанр играет в творчестве мусоргского. И я вам показывала эти крестьянские колыбельные. На следующем занятии покажу, какую роль колыбельная играет в самом страшном, мрачном цикле мусоргского песни «Пляски смерти». Но здесь это идеальный образец света, нежности и текла. Традиционное для колыбельной мерное монотонное покачивание ритма и мелодии тоже покачивание окрашено здесь хрупкой нежностью и буквально физически ощутимой теплотой. Баюкая куколку, тяпу, ребенок невольно подражает своей няне с ее деревенскими выражениями. Вот угомон тебя возьми. Это типично деревенское выражение, конечно. Или угрозами бука. Ну, здесь бука как-то не страшен. Тяпу бука съест, серый волок возьмет. Это все из народных колыбельных, конечно. Это из русского фольклора образы. И вот особенно эта интонация нянина слышна между строфами колыбельной, вот в этом требователе. Тяпу спать надо. Видно, няня уже колышет, колышет, уже надоело и так применяет несколько более властное убеждение. И дальше также обещание волшебного сна – это крестьянский рай. Смотрите. Тяпу спи усни, что во сне увидишь, мне про то расскажешь, про остров чудный, где не жнут, не сеют, где цветут и зреют груши на ливне, где не ночь поют птички золотые. Это крестьянский рай. Вот это выражение, где не жнут, не сеют, то есть не прилагают неимоверных, нечеловеческих усилий для того, чтобы добыть кусок хлеба, конечно, это крестьянский рай. И эти образы, конечно, ребенок черпает из колыбельных няни. И здесь вот это ощущение неземного блаженства и воплощения мечты вызывает очень плавное, мерное, как бы гипнотизирующее, уводящее именно от земли, от реальности в какой-то чудный мир сопровождение шестнадцатыми. Музыка производит завораживающие впечатления, окрашивается сказочно звенящими хрустальными секундами у фортепиано. И к концу пьесы все более расширяются паузы. Потому что кукла-ребенок дремлет, а вместе с ней, наверное, дремлет и сам ребенок. И уже сквозь сон доносится последняя ласковая бай-бай-бай-тяпа. Послушайте, пожалуйста, эту чудесную песню. Тя-па, 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 спи, У смирных угомон тебя возьми. Тяпа, спать надо Тяпа, спи, усни Тяпу бука съесть Серый волк возьмет В темный лес несет Тяпа, спи, усни Что во сне увидишь Мне про то расскажешь Про остров чудный Где не жмут, не сеют Где цветут и зреют Кружи навевны День и ночь поют Птичьи золотые Бай, бай Бай, бай Бай, бай Тяпа Тяпа Бай, бай Продолжение следует...